Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся в имперском городе по работе. Вообще мы сюда случайно попали, то есть я просто хотел купить себе немного стрел, потому что последние стрелы я истратил в Oblivion. Было очень сложно, пришлось много навоевать. Но в итоге торговцы увидели во мне человека, который может выполнить грязную работенку. И попросили меня так или иначе доказать, что один из торговцев по имени Таранир занимается чем-то нехорошим и не чист на руку. Какой крутой амулет! Блин! Нехорошо, не получится спереть. Но в общем сейчас нам нужно двигаться к нему, хотя с другой стороны у нас Брума в беде. В Бруме врата открылись. Я думаю, ничего, они подержат немножко там этих существ, потому что они не такие уж страшные. А я пойду уже попозже. Так, Таранир, где находится? Бездонный кошелек. По-моему, я тут тарился, кстати, неплохо довольно-таки. Посмотрим сейчас. Добрый день. Что я могу предложить тебе сегодня? Твоя морда хитрющая какая. По слухам, что-нибудь есть? Говорят, что врата Обливиона открылись у городов по всему Тамриэлю. Боги, защитите нас! Про свой город что расскажешь? У меня лучшие цены в городе. Почему? Мы с тобой умны. Мы знакомы с нужными людьми. Мы заключаем самые выгодные сделки. Понятно. Ну, цены у тебя ничего так. Что не так с моими товарами? У тебя очень хороший выбор, Таранир. Спасибо. Здесь не просто отличный выбор товаров. Это настоящая сокровищница. Никогда не знаешь, что у меня может появиться интересного. По выражению твоего лица я вижу, что тебе интересно. Где я беру все эти прекрасные вещи? Я отвечу тебе то же, что отвечаю всем спрашивающим. Для этого нужно иметь хорошие связи. Мои источники очень хороши, но они секретные. Ладно, осмотрись тут. А когда решишь что-нибудь купить, кликни меня. Кликнуть? Хорошо. До свидания. До свидания. Так, будем решать вопрос. Разговор с Тараниром не принес никакой информации. Однако он определенно что-то скрывает. Стоит понаблюдать за ним и узнать, куда он направляется после закрытия своего магазина. Время у нас сейчас 10 утра. Довольно долго придется ждать. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. Так, где-то вот так, наверное. Эй, кто там? Эм, что? Что? Какого? Мифический рассвет. Они кругом меня достанут. Осторожно! Открою. Время очищения близко. Почему я застреваю в стенах? Стражи, япона, мать. Смертники. Ломай ее к чертовой матери. Ну, дерется она вполне себе неплохо, на самом деле. Все, готово. Это что это было такое? Маргарита Диэль. Нормально. Они от меня просто не отвяжутся, да? Не сомневаюсь, я еще увидел. Было опасно. Она была довольно сильная. Так о чем это я? Ах, ну да. Это ты? Привет! Привет! Так, ну что, ждем. Я думаю, по-хорошему надо... Это не он? Нет, это дама какая-то. По-хорошему надо спрятаться сначала, а потом уже ждать. Ждать. Так. В семь, по-моему, закрываются они, нет? Или восемь? Восемь, по-моему. Сейчас подождем маленько. Никакого тайного хода нет. Ухоморые, офигеть. Красиво, да? Так, ну что еще часик? Хотя, в принципе, уже 7,54, я думаю, сейчас он... Сейчас он проявится. 59. Вышел. Так, хорошо. Все идет по плану. Сейчас мы тебя на чистую воду выведем. Императорская тропа, куда он, мне кажется, куда-то в порт идет. Такое ощущение, что это как стражник за ним идет, такой, типа охраны. Хотя могу ошибаться. Да, нет, кажется, своей дорогой идет. Да, по-любому в портовый район. Ну-ка, карта. Хотя не знаю. Посмотрим. Потихоньку. Блин, с другой стороны, если у нее действительно цены такие низкие, я даже не посмотрел. Что-то надо было сначала купить у нее стрелы, потому что у меня их 100 штук всего. Не так много. У меня вообще все деньги уходят на стрелы пока. Надо будет что-нибудь хорошее своровать. Блин, да сколько можно-то уже. Ой, погода какая, как резко испортилась. О, капец. Нам на руку. Так, только капюшон надо надеть. Сейчас промокнем. Да, он идет в портовый район. Гиди воров, скорее всего. Гиди воров, скорее всего. Хорошо. Люблю такие детективные задания. Тут их много. Это круто. Здравствуйте. Как медленно идет. У нас же времени там, я не знаю, часов 12 ночные. Нет, 9 еще. Красивые тут постройки все-таки. Дизайн такой, как надо. Имперский. Имперцы вообще странно. Они сами вот, у них вся одежда, они как будто с римского легиона. А при этом постройки и стиль общий. Ого. Это куда это? Храм единого. Что? У него тула еще, как это, как башня-танк. Такой. Посмотрите. Анимация все-таки в игре, конечно, упорота. Приветствую. Зачем ты идешь за мной? Пожалуйста. Пожалуйста. Я очень занят. Я понял. Что не так? А, вон, смотри. Оп. Какие-то люди пришли. Они все встретились. Заглючили у входа. Давайте кружок пока сделаем. Может, я и на нас отвлекается просто. Да нет, я и сами по себе тупни. Откуда народ-то столько набилось? Что не так вообще? Так. Наблюдать за ним, узнать, куда он направляется после закрытия своего магазина. Ну. В храм единого. Типа из-за того, что он молится, что ли? У него так все хорошо. Что ты хочешь? Ничего. И тебе всего наилучше. И тебе не болеть. Привет. Привет. Про Таранира расскажешь что-нибудь? Этим делом занимается Джин Син. Она достанет его. Я верю в это. Понятно. Хватит болтать. Окей. Что? Ой, какая-то страшная. Удачного тебе дня. Изведи. Да. Удачного тебе дня. Ну, что я могу сказать? С ним ничего не происходит. Давайте подождем час, что ли? Потому что, я не знаю. Только вес сломался, то ли что. Ого, у нас за окном салют. К чему бы это? Офигеть. Прям как новый год. Так, ну и что с ним делать-то? А вон кто-то идет, смотри. Смотри. Подожди, это. Ой, я туплю, это же не вон. А вон где? Блин, он в дверях стоил, что ли? Ооо. Что не так опять? Вот отсюда я его не вижу. Эм. Но отсюда показывает, что он там. Добрый вечер. Да. Очень добрый. У меня нет времени, так что прошу извинить. Здравствуй. Да. Так, ну и что я могу сказать? Квест, судя по всему, сломан, потому что... Блин, ну, галка-палки. Как еще это все понять можно? Вряд ли с тобой вообще о чем-то стоит говорить. Да пошел-ка ты. Говорить со мной не стоит. Ну, хорошо. Ладно, не работает, так не работает. Хотели как лучше, получилось как всегда. Карта. Брума. Подожди. Почему теперь указатель у нас тут? А, вот, указатель показывает теперь далеко не туда, не в храм. Просто я так думал из-за того, что мы смотрели в ту сторону, как раз, и получалось, как будто мы смотрим прямо на вход. Ладно, давайте попробуем, будем надеяться, еще не все потеряно. Как-то странно, да? Не хочет говорить, ничего не происходит. Тупо стоять, знаешь, что ли? Очень не круто. Так. Нет, обойти надо. О, ну, где ты? Да какого черта вообще происходит? Приветствую. Вы шельф? Не, наш профиль. Эм, вообще не понимаю, что происходит с маркером. Ну, погоняемся за ним, что уж. А, вот он. А, это кто? Мертвый бомж. Отлично. Обожаю имперский город. Так, тихо, тихо, тихо. Что-то как-то все не слава богу у нас с этим квестом. Что он там делает? Блин, опять дождь пошел. Да, крайне увлекательный квест, я вам скажу. Это ты, Агамир. А, бух. Не так громко. Сколько раз говорить тебе это? Извини, но я не привык к таким встречам. Я всегда так нервничаю. Ладно. Замолчи и слушай меня. Следующая поставка будет раньше, чем я ожидал. Приготовь деньги. Тот же ассортимент? Я хочу сказать, мне не нужно больше одежды. Ты получаешь то, что мне удается достать. Уди, не мешайся. Я получаю сообщение в последний момент, и я вынужден хвататься за него. Выбирать не приходится. Ладно, послушай. Это общество постоянно давит на меня. Так что, может, нам лучше прерваться на некоторое время? Привет, твой брат. Если ты откажешься сейчас, мне придется перенести бизнес другому. Другое место. Или может нанести визит этой Джин Син и рассказать о твоих махинациях. Я стараюсь избежать тебя. Ладно, уговорил. Свяжись со мной, когда у тебя будет товар. Тогда мы встретимся опять. Не волнуйся. Он будет очень скоро. Теперь уходим отсюда. У Торнера состоялась встреча с каким-то человеком по имени Агамир. Похоже, следующая цель моего расследования Агамир. Нужно проследить, куда пойдет он. Привет. Привет. Ух ты, какой. Агамир, говорите? Да, я все-таки думаю, что это гильдия воров. Не как иначе. Да? Да-да. Это пошел к себе домой спать. Его, похоже, крепко за яйца держит. Да, иди своей дорогой. Вот это вот я делаю свою ставку. Точно пойдет в портовый район. Норды такие здоровые. Вот просто подойти к нему. По росту так. Мелочь пузатая, да? По плечу ему. Зато гораздо более ловкий. Повкий. Прямо человек, паук какой-то. Так, хорошо. Это... Это он вообще чуть ли... Слышал, сейчас похоже, какой-то таверна просто уйдет. Упс, упс. Блин. Почему это со мной происходит? Вот теперь мокрый с головы до ног. Куда он пошел? Вон он. Упал в воду. Ну да. Так только я и могу. Красовался, блин, своими способностями в акробатике. Такой ниндзя сзади. Окей. У Агамира есть свой дом. Наталас Плаза. Когда он уйдет куда-нибудь, мне нужно будет проникнуть внутрь и все, смотреть. Окей. Это мы сделаем примерно вот так. Ждем час. Не думаю, что он через час уйдет. Часик 4. Как раз он проснется и пойдет по своим делам в 8. Что-то распогодилось у нас, да? Похоже, Агамер дома и дверь заперта изнутри. Плохо. Подождем еще. Под кустиком здесь во время такой бури. Очень хорошо. Такое уютно. Весь мокрый насквозь. Надеюсь, нам заплатят хотя бы 200 септимов. Потому что, блин, с каким-нибудь 50 золотых это будет просто унизительно. Что, ушел? Нет? Так, это не Агамер. Как дела? Ты кто вообще такой? Продолжай. Я могу припомнить три из них. Светилище. Светилище Мефалы находится к северо-востоку от пересечения Красной Кольцевой Дар. Я слышал, еще есть святилище Вермины. Понятно. Береги себя. Можно было эти доедрические артефакты использовать. Ну, звезда Азуры, так и звезда Азуры. Еще подождем. Интересно будет, если он к вечеру только пойдет. Ну, выходи куда-нибудь. Вышел. Тихо. Так, средний. Давненько я этим не занимался. Как там? Ай. Да, блин. Не спешить. Ай, это что ж такое? Вот у меня сам не счастливый. Окей. Так, вот мы здесь. Ну, стандартная такая планировочка. Сношенная Мефриловая Кираса. Ммм. Нет. Неплохо живет? Неплохо. Где-то мой сыр. Лопата нам явно не нужна. Так, хорошо. Оленина. Редиск. О, сейчас редиску похрумкаем. Мы вообще-то тут не за этим, но как я себе отпрошу. Дешевого вина. Все как надо. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Нам-нам-нам-нам. Обаяние уменьшается. Ну, конечно. Окошка. Так, подвал. Успеем пойти сначала в спальню. Так, хорошо. Хорошо. Добавляем. Отлично. Что-то отдельная подгрузка. Что, у него такая большая комната, что ли? И что, все, что ли? Из одной комнаты вот эта подгрузка была? Странно. Так, яблоки. Яблоки я съем. Не оставлю ему. Яблоки с сыром. Пробовали когда-нибудь? Ой, чуть отравленное яблоко не съел. Ха-ха-ха. Это было бы да. Так, что такое? Череп-то посмотри. Неплохо живет. Неплохо живет мужичок. Так, ну все. На этом этаже, похоже, все. Пошли в подвал. Сложный, блин. Ненавижу. Ну-ка, давайте попробуем. Просто, если что, загрузимся. Да вы издеваетесь. Это, получается, я 20 отмычек потратил? Не-е-е. Такого я точно не допущу. Нормально. Автопопытка. Какой смысл у автопопытки, если столько тратится? Это же просто смешно. Это будет сложно все равно. Да, блин. Так, вошел. Так. Двигайся-то нормально. Процесс можно продолжать бесконечно. Ну, давай последнее. Сейчас потрачу те же самые 20 штук. Наконец-то. Ненавижу открывать замки в этой игре. Это не круто. Зачем кому-то может понадобиться хрустальный шар? Я прям не знаю. О, это что это такое? Это куда-то я попал? Подвале Агамиры кучей свали на одежде разбросаны разные безделушки. Мое внимание привлекло грязные лопаты и испачканные в земле ботинки в углу. А также к кучке костным у китам и тут. Я подозреваю, что вещи, которые Агамир продает Тараниру, сняты с недавно умерших. Офигеть. Для того, чтобы выдвинуть обвинение в таком ужасающем деянии, следует все осмотреть и поискать более убедительные доказательства. Капец вообще. Ой. О, сумершу. Нафиг. Да блин, где ты находишься? Я просто хотел открыть сундук. Так, не то. Не то. Я думаю, это дневник. На глаза мне попалась бумага, в которой перечисляются имена недавно умерших, одежда, в которой они их похоронили, и местоположение могил. Надо взять этот жуткий список и показать его Тору Ниру. Возможно, он не понимает, чем торгует. Да. Нормально. Валим. Страшноватенько. Блин, сквест по-моему великолепен. Просто удивили. Так, ладно, уходим к чертовой матери отсюда, пока нас не заметили. Ой, погода. Какая пакость. Давно, недалеко оттуда, кстати. Хорошо. Надо было, по-моему, сразу ментам сдавать, и все. Ну, то есть стражи. Так, вот мы здесь. Хорошо. Он, наверное, спит еще пока. Блин, народ-то сколько. А, это, похоже, не ночь, потому что просто темно. Ну, здравствуй. Смотри, да, какая локализация. С возвращением. Ты знаешь, что ты продаешь вообще? Я поверить не могу в то, что я вижу в его записной книжке. Я подавлен. Только подумать, все эти вещи еще недавно были на покойниках. Это просто не укладывается у меня в голове. Я даже не знаю, что сказать. Думаю, моих извинений тут недостаточно. Что я могу сделать? Помоги мне поймать, Агамира. Конечно. Это самое меньшее, что я могу сделать. Первое. Я больше никогда не буду встречаться с ним. Обещаю. Второе. Ну, да. Ну, ты не волнуйся, я остановлю его. Да, займись этим. А тем временем я решу, что делать со всеми этими нечестно добытыми товарами. Я так виноват. Ну, да. Надеюсь, меня простят за то, что я не уделял должного внимания проверке своих поставщиков. Да, я думаю, все, твоя репутация, это просто... Давай займемся делом. О, стрелы. Плевать на репутацию. Так, на сколько их хватит? Ни на сколько не хватит. Так, что я могу продать? Сталиных стрел продать, чтобы серебряных набрать. Зачем тогда я их покупал? Не знаю. В этом весь я. Так. Подожди. А, ну да, все нормально. Блин, я испугался, что я их... Получилось слишком дешево. Ну, ладно. Спасибо. Надеюсь... Так, хорошо. 139. Ну, в принципе, более-менее нормальное количество можно воевать. Я ничего не знаю. Три септима, япона мать. Это же не туда, не сюда вообще. Мы же не вообще никуда вернем. Ой, блин. Я в этой игре все время, похоже, нищим стоить буду. Воспомните с Карим, да, какая там... Где-то, наверное, с середины игры деньги просто некуда девать, если только на тренеров. Все, больше не на что их тратить. Потому что все есть. Все и так дают. А здесь прям такая напряженка, что как-то работа сама себя не оправдывает пока. Ты, похоже, проныра. О, ты, похоже, сейчас договоришься. А, блин, на кладбище надо было. Чего-то я проломился. Там налево надо было пружинать. Хорошо. Сейчас мы его застанем с поличным. С дверей фамильного мавзолея Трентиусов была сорвана печать. Вероятно, это работа Агамира. Нужно войти внутрь. Я надеюсь, он там не некромант какой-нибудь. Это оно? Внутри фамильного мавзолея Трентиусов оказался Агамир. Кажется, он и его товарищ собираются разорить очередную могилу. Нужно убедить его не совершать такое гнусное деяние. Ну да. Я знал, что рано или поздно ты попадешься. Вот почему я заготовил для тебя эту ловушку. Как видишь, могила уже выкопана. Вот как, да? На этот раз я не собираюсь ничего уносить с кладбища. Напротив, я кое-что добавлю. Боюсь, все, что могу тебе предложить, это безымянная могила. Ну, давай. А, закрыто. Слушай, это плохо. Как я в таком помещении-то с ними? Это да. Тихо, тихо, тихо. Воу, полегче. Да блин, вот сейчас я отпущу эту кнопку, у меня стрела вылетит. Агамир был убит. Поскольку наказание за разорение могил смерть, можно считать, правосудие свершилось. Нужно поискать в мавзолее вещественное наказательство деятельности Агамира. А нет, смотри. Держал. Сначала, я думаю, все-таки нужно разобраться с его приспешником. Какой крепкий. Да. Хорошо попал. Ну что, все? Фу. Двимерская кираса. Тяжелые доспехи, это круто. Продадим, я думаю. В принципе, все, продадим. Так, твое золото. Так, а что там стоит у тебя? Стальные перчатки еще неплохо стоят. Ну, я не думаю, что мы прям за эту цену их сможем продать, но тем не менее. Что это такое тут летает? О, черт вообще. О, денежка. Отлично. Что это? Фу, это мой новый меч. Понижение. Ну, конечно, драться надо научиться, но тем не менее. Посмотрим на него. Круто тень. Дверь открыта. Так, ну и, в принципе, с этим квестом, я так понимаю, покончено. Поискать мавзолей вещественные... А, вещественные доказательства. Точно. Вещдоки. Хм, так. Кирка. Кирка будет вещдок, нет? Ну, даже не знаю тогда. Так, хорошо, давайте все просто собирать. Мне попалась лопата Агамира. Все еще покрытая свежей землей из разрытой могилы. Этого будет достаточно. Нужно отнести ее Тараниру. Пойдем. Сейчас мы продадимся. Да и, в принципе, я думаю, сегодня будем заканчивать. А в следующей серии в Бруму. И там, соответственно, в обливе опять. Опять будет много мяса. Много боли. Все как надо. Все как вы любите. Какая-то дождь уже прекратится, но... Очень ужасно. Сейчас-то уж, я думаю, он точно спит. Удалось ли тебе положить конец деятельности Агамира? Да, вот его лопата. Тогда мы можем, наконец, расслабиться. Я боялся, что он одержит над тобой верх, и я буду следующим. Как хорошо, что ты лучший боец, чем он. Я пришел к определенным решениям. Я собираюсь пожертвовать все деньги, которые я заработал, а также остатки этих краденых вещей храму. Я также хочу, чтобы тебе было известно. Я имел долгий разговор с Джин Син и решил присоединиться к их обществу. Я понимаю, тебе пришлось рисковать жизнью, чтобы дать мне этот шанс. Таранир никогда не забывает такое. Прими это кольцо в знак моей благодарности. Это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить тебя. Да, и не забывай, бездонный кошелек все еще работает. Отлично. Самое плохое, то что ты в итоге ушел из магазина, как раз когда я хотел все скинуть. Я ценю твое благородство. Да ладно, благородство там. Просто заработал денег. Так, хорошо, где оно? Неплохо. Сопротивление огню холду. Мне пригодится. Я не забуду этого. Да ладно, блин. Я думаю, на самом деле нам по группе теперь обязан. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии отправимся в Брумвово. Квест был довольно интересный, мне очень понравился. Надеюсь, понравился вам. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok